Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Крачево-Черкесия. События пятницы в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Как будут проходить выборы о готовности избирательных участков к голосованию, журналистам рассказала председатель избирательной комиссии по Крачево-Черкесии Лариса Базалиева. Чем быстрее, тем больше вакцинации, быстрее пройдет болезнь. В Ижигутинской поликлинике идет вакцинация. Уже привились 9 тысяч жителей района. Мы очень довольны своим работниками, очень довольны. Большую дружность с семьей отметили праздник Курман-Байрам в республиканском доме-интернате для престарелых. Выпуск студентов – это очень торжественный, волнительный момент. Теперь дипломированных выпускников Крачево-Черкесского госуниверситета ждет профессиональная деятельность. Как будут проходить выборы депутатов в Государственную Думу и насколько будет прозрачный процесс голосования? Об этом представителям средств массовой информации сегодня рассказала председатель избирательной комиссии Крачево-Черкесии Лариса Базалиева. Подробнее Альхан Лепшоков. В ходе встречи журналистами председатель избирательной комиссии по Крачево-Черкесии Лариса Базалиева рассказала, что уже зарегистрированы для участия в выборной гонке 15 политических партий, 14 из которых идут без сбора подписей. И только партия «Общероссийский народный союз» должна собрать необходимое количество подписей, чтобы принять участие в голосовании. Также Лариса Базалиева отметила, что по региональному 16-му одномандатному избирательному округу на сегодняшний день уже выдвинулись 9 кандидатов. Сегодня последний день выдвижения и сегодня еще один кандидат собирается прийти. Таким образом, 10 кандидатов, одномандатников, скорее всего, будут в бюллетене, по которому будут голосовать жители Карачаева-Черкесии. Как вы понимаете, это очень большое количество. Из них 9 – это представители политических партий. И один кандидат у нас – самовыдвиженец, жительница Зеленчукского района. Она собирает подписи в настоящее время в свою поддержку. После сбора подписи кандидат должен пройти регистрацию и уже тогда может участвовать в выборах. Председатель регионального избиркома подчеркнул, что сегодня на 103-х избирательных участках установлены камеры видеонаблюдения, а также на остальных будут установлены системы видеофиксации. При этом любой избиратель может запросить результаты. И мы таким образом охватываем почти 80% всех наших избирателей. Там будет идти трансляция Ростелекома и кандидаты, наблюдатели, их доверенные лица. Все могут, сообщества журналистов, аккредитованных, эксперты, все могут наблюдать за тем, как идет процесс голосования на протяжении всех трех дней. Кроме того, будут созданы мобильные группы из экспертов и наблюдательского сообщества, которые будут выезжать на избирательный участок в случае возникновения спорных ситуаций. По словам председателя избирательной комиссии по Карачаево-Черкесии Ларисы Базалиевой, такие меры позволят максимально открыто и без никаких жалоб провести выборы в единый день голосования. Аляхан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. По данным оперативного штаба, сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 21 926 человек. Из них 20 581 выздоровели, 636 госпитализированы. Всего в Карачаево-Черкесии провакцинировались около 82 тысяч жителей. Из них 9 тысяч в Уджигутинском районе. В районной поликлинике каждый желающий может сделать прививку от COVID-19. О процедуре вакцинации Алихан Лепшоков. Только общий иммунитет населения позволит побороть эту инфекцию, отмечают работники Уджигутинской районной поликлиники. Перед вакцинацией обязательно нужно пойти медицинское обследование участкового врача, который измеряет давление и внимательно изучает состояние здоровья человека. После чего уже можно прививаться. Жители Уджигутинского района прививаются в основном вакциной «Спутник Ви». Мы уверены, что вакцинация позволит обезопасить людей от заражения коронавирусной инфекцией, отмечают медики. После осмотра врача направляется в 9 кабинет. Если нет противопоказаний, вакцинируется вакцина ГАМ-КОВИД-ВАК. У нас есть АПИВАК и КОВИОК. После вакцинации бывают обычные явления – температура 37, озноб, головная боль. Можно принимать после этого антигистаминные препараты и противовоспалительные, как парацетамол. Это обычное явление. Основной задачей, проводимой у нас в районе, является профилактика против коронавирусной инфекции. То есть, чтобы она не распространялась массово. После укола нужно посидеть 15 минут, так как часто перед вакцинацией человек волнуется, и чтобы перевести дух, отмечают медики. Сегодня такая массовая вакцинация необходима, чтобы создать иммунную прослойку, которая позволит нам эффективно бороться с вирусом, уверяют жители Узжигутинского района. Все вокруг вакцинируются, я тоже на районе соседей, родственники. Скажите, насколько важно вакцинироваться для граждан? Как вы, человек, который вакцинировался? Чем быстрее, чем больше вакцинации, быстрее пройдет болезнь. После введения первого компонента вакцины в личный кабинет гражданина на портале госуслуг приходит уведомление, где необходимо заполнить дневник наблюдения, и после того, как человек пройдет второй этап вакцинации, можно получить специальный сертификат. Алихан Лепшоков, Расул Берди, Вести Карачаева, Черкесия, Узжигутинский район. И настало время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии кратковременный дождь, гроза, ночью в отдельных районах сильный, с градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Ветер северо-западный 5-10, температура ночью 12-17 в горах до плюс 11, а днем 21-26, и в горах местами 14-19. В Черкесии кратковременный дождь и гроза, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 15-17, а днем 24-26 градусов тепла. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. В Республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов отметили праздник Курман-Байрам. Традиционно светлый религиозный праздник собрал за одним большим столом всю многонациональную и поликонфессиональную семью жильцов социального учреждения. Ахмат Халкечев подробнее. С самого утра повара социального учреждения готовят различные овощные нарезки, жарят лакомы и беляши. Ну а какой же кумам-байрам без мясных блюд? Перед тем, как приступить к угощениям праздничного стола, мастера-пищевары разузнали о кулинарных предпочтениях жильцов и учли их диетические ограничения. Они спрашивали, какое мясо мы хотим. Ну, в стариковке такие курятину, баранины, кому нельзя, кому можно. Вот так по желанию. Мы очень довольны своими работниками, очень довольны. Очень они о нас беспокоятся, стараются у нас, чтобы была радость, чтобы не печалились. Как рассказывает директор дома-интерната Светлана Кейлина, подобные совместные застолья жильцов вне праздников дают им ощущение того, что все они в кругу одной большой семьи. У нас сейчас проживает 50 человек. И мы хотели в такой день, чтобы они поняли, что они находятся у себя дома. Они для нас, как наши старшие мамы, папы, бабушки, дедушки, которым мы хотим оказать тепло, уют домашний. В республиканском доме-интернате уже давно стало доброй традицией совместно отмечать все праздники, как государственные, так и религиозные. И в этот раз Крумамбайрам собрал за одним столом всю большую семью жильцов социального учреждения. Радость и тепло Светлого праздника, как и всегда, здесь разделяют, независимо от комфессиональной и национальной принадлежности. Сегодняшний праздник – одно из тех знаменательных событий, которые мы отпразднуем. Хотя мы, в основном, видите, сами русские, но мы придерживаемся тоже обычаев, потому что живем в Карачаево-Черкесии. Поэтому так. Спасибо огромное, наши администрации. Люди, оказавшие материальную поддержку в организации праздника для пожилых жильцов республиканского дома-интерната, пожелали остаться неизвестными. Ибо в священных писаниях говорится, что для полноценной награды от Всевышнего творящий добро обязан скрывать свои богаугодные дела. Ахмад Халкечев, Расул Бердеев, Вести Карачаева-Черкесия. А сегодня, после праздника Курман-Байрам, в Карачаево-Черкесии было найдено большое количество выброшенного мяса. Наш телеканал изучил этот вопрос. Слово Руслану Каркмазову. Минимум ворсто или шпарда. После праздника Курман-Байрам в Малокарачаевском районе большое количество мяса оказалось просто выброшенным. Скажите, вот вас это шокировало? Вот на самом деле, что могло произойти? Дело в том, что когда системно уже на протяжении нескольких лет занимаешься благотворительностью, иногда вот к таким картинкам привыкаешь, вольно-невольно. Почему мясо благотворителя могло быть выброшено на улицу? Мы получили ответ на этот вопрос. Он прозвучит завтра на телеканале «Россия-1» в 8 утра. Добро пожаловать! На тысячу дипломированных специалистов больше. Свои дипломы о высшем образовании получили выпускники Карачаева-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева. Студенческий совет подготовил для них большую праздничную программу. Час расставания уже бывших студентов с любимым вузом украсила живая музыка, а также интересные призы и подарки. О том, как прошло выпускной вечер, расскажет Аслан Гирюгов. По традиции, все выпускники были одеты в мантии. В целях безопасности выпускной бал проходил два дня, где каждый факультет по очереди проходил торжественную церемонию награждения. На протяжении всего времени для поддержания настроения на территории университета играла живая музыка. В самом начале, с приветственным словом, к выпускникам обратился ректор университета Таусулдан Узденов. Я уверен, что мы с вами не прощаемся, потому что университет для каждого из нас – это на всю жизнь. Я желаю вам, чтобы ваша жизнь за сценами нашего университета, которая, подчеркиваю, будет связана на всю жизнь с нашим замечательным университетом, чтобы она была не только научно выверенной, интеллектуально просчитанной, но и культурно богатой. Изначально провести выпускной планировалось на площади города с приглашением известных певцов, но из-за угрозы распространения вируса мероприятие пришлось изменить. Но это не помешало сделать праздник веселым и запоминающимся. После получения диплома выпускники автоматически становились участниками различных розыгрышей, в котором было много призов, самым интересным из которых был полет на воздушном шаре. В 19.00 в небе над городом можно было увидеть большой шар с поздравлением. Своими впечатлениями о празднике поделились и сами студенты. Я уже второй год ведущая на нашем выпускном бале. К сожалению, у нас не получилось провести выпускной в том формате, в котором бы мы хотели, на площади. Но, тем не менее, у нас получилось провести его эффектно сегодня второй день. И плюс тому, что я еще сама выпускница, мне очень приятно быть ведущей на своем выпускном и получить свой долгожданный диплом. Мне очень понравилась сегодня вся церемония. Конечно, я думал, что если бы не коронавирус, то, конечно, провели бы более масштабно, более лучше, более массово. Но, увы, не получилось. Но и так тоже очень хорошо было. Я закончил, закончил с отличием. Надеюсь, продолжить дальше обучение в аспирантуре, ну и параллельно, конечно, работать. Помимо студентов, большое участие принимали и преподаватели, которые на протяжении долгих лет были рядом со студентами и поддерживали их во всем. Выпуск студентов – это очень торжественный, волнительный момент. Точно такой же, как и поступление. Он надолго запоминается студентам. Поэтому, соблюдая определенные нормы безопасности, проводить можно, нужно. Это только воодушевляет их на будущие какие-то там достижения. Я выпускаю уже не первый год бакалавров. И каждый выпуск, он индивидуальный, он интересный, он самобытный. Нынешняя группа у меня вообще, можно сказать, золотой выпуск. Четыре, пять красных дипломов. Получив свои дипломы, студенты отправились в новую жизнь. Впереди их ждет много нового. Кто-то будет развиваться в выбранной профессии, кто-то откроет свое дело. Но всех их объединяет одно – студенческая жизнь, о которой они будут вспоминать еще очень долгое время. Аслан Гирюгов, Алиб Астанов, Рустам Куштеров. Вести. Карачаево-Черкесия. Карачаевск. Такой была пятница в Карачаево-Черкесии. А прямо сейчас в финальной серии захватывающей драмы «Хозяйка горы». Приятных вам выходных и ждите вести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова